здравия дорогие кипарисы кипарисы геленджикский собирала кипариш наверно вечно зеленый скорее всего это с прошлого года растюхи в 2023 году я сеяла их значит сегодня 18 мая 2024 год вот такие кипарисы уже но вот именно вот эти кипарисы которые сейчас я запечатляю да они зимовали в горшке на подоконнике вот они то есть не видели мороз остальные которые сейчас в дальнейшем видео будет маленькие они зимовали в неотапливаем теплицы их поражал грибок и их обрабатывала фундазолом эти можно так сказать и выменьшенные ляльки да вот такие вот кипарисы подрастают уже какие-то больше есть такая у них форма пока интересная с голубоватым отливом но это пока будет зеленый примерно такого цвета смарагты так ну тут уже поменьше это тоже вот эти да вот эти в горшке тоже были на подоконнике не просто маленькие были в толпе так сказать вот уже как подросли были совсем наверно вот такую сеньки наверно как вот эта елька вот такие не были подросли уже вот тоже кипарисе киевой боже я их трогаю какой же у них запах же их обожаю вот так ростовский ростовская область поселок гигант кипарисы будут у нас расти очень даже тут рядом кипарисовики это я собирала семена села все эти кипарисовики зимовали на улице в открытом грунте я их выкопала один по моему из наверное вот этот был в горшке неотопливая теплицы а вот эти три раз два три были на улице я их потом выкопала вот посадила в горшочке как бы так удобнее наблюдать за ними потому что коты бегают вредят метят территорию растюшки чернеют вот это тоже кипарисовик красивенькие так вот он кипарис тоже зимовал на подоконнике мороза он не видел тут не было макушки вот такой он был снимала видео было видно короче вот как он уже отрос ну наверное пять сантиметров больше пяти сантиметров вот пальчик мы вот здорово все равно апикальное превосходство у них есть как и положено макушка должна быть ну а вот эти дальше пошли уже те которые я с ящиков пикировала уже этот ящик я экспериментаторные то есть он тоже ночевал в теплице неотапливаемая но когда был снег я снегом засыпала его и когда сильный мороз стукнуло получается они меньше всего повредились воды почему-то и грибок их меньше всего побил так что вот так они уже эти кипарисики выглядят такой вот пушистенький вот такой сегодня целый день в земле возимся руки чешутся что-то пересадить и вот дальше вот они эти кипарисики пошли такие всякие разные выпыта практически после пикировки нет ну вот какие то вот есть экземпляры но если я приглядываюсь там еще есть какие-то жизненные циклы может быть еще отойдет хорошо это я подожду когда он полностью сдохнет тогда вырву ну короче кипарисы в ростовской области будут вот они дальше поперли такие вот есть вот такие вот пушистенькие тара все что было у меня дома во все что угодно сажала потому что горшков это очень много надо покупать хотя они покупаются регулярно вот они кипарисы короче рядышком сейчас покажу кипарисы которые до сих пор в ящиках не были присыпаны снегом был пара были поражены грибком вот тут еще некоторые экземпляры выкидываем ну вот как бы вот так такие уже начинаются растут помаленьку и рядом ящичек я считаю здорово все и есть еще два кипариса аризонский лузитанский которые находятся в открытом грунте с прошлого года я их высадила где-то примерно летом наверное сейчас тоже запечатлю вот иду по пути прохожу мимо тут у меня в открытом грунте ели голубые адаптируются это те которые неделю по почте шли я в городе шахты заказывала хорошем питомнике но наша почта вот такая интересная да с голым корнем шли бедолажки но зато они только выжили у меня были колоновидные туи туя колумна все погибли потом был можжевельник виргинский много я их тоже покупала тоже все погибли можжевельники и штук 40 сосен крымские крымские сосны двухлетки представляете и тоже погибли вот только ели выжили ну вот практически все выжили ели сейчас и тут дальше рядышком открытом грунте перезимовавшись киндер гималайский вот такой красивый гималайский тут опять же экспериментальные зимовали вот так уже прирост хороший дает это ель сибирская криптомерия японская пушиться снизу приростики дает но не подрастает а тут клен что-то он тут подсох пересадить его вот ну и тут неподалеку я высадила в открытый грунт кипарис кипарис аризонский так высадила он переехал сюда он рос другом месте около стены и рос и там достаточно много тени мне кажется он там не рос как-то не очень там было короче тут открытое солнце тут тени вообще не бывает летом он все время будет под солнцем и как бы я смотрю теперь он на солнышке стал немножко пушиться прирост давать короче ему нравится это кипарис аризонский на ростовская область поселок гигант мне кто-то говорит вы что кипарис у нас не растут пожалуйста кипарис вот такой малыш перезимовал у нас ну норму как бы я скажу что у нас хороший климат да но у нас практически же не бывает снега и мороз ну самый большой мороз минус 18 даже по-моему 1 1 ночь до было минус 18 а так 7 минус 17 пару дней было вот все у нас зимует все у нас живет было бы желание выращивать так сказать ну конечно же надо выращивать из семян потому что это лучший вариант вырастить в своем регионе из семян такие растения лучше адаптируются ну и сейчас еще запечатлены последок кипарис лузитанский я его не пересаживала как он был в прошлом году на том месте так и остался кипарис лузитанский вот так уже начал пушиться подрастает малыш к сожалению в этом году у меня нету посевов кипариса лузитанского почему потому что я не смогла купить семена просто их не было либо кто-то уже успел купить такие уже более такие твердые становятся веточки вот но пока еще макушку он свою не нашел вот такой кипарис лузитанский ростовская область